Наступает важная веха в истории русского севера и всей России. В 2020 году Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь отметит 500 лет со дня создания. В списке памятников архитектурные объекты федерального значения. Сохранить их пытаются уже четверть века. Сейчас разработана концепция, благодаря которой к своему важному юбилею мужской сийский монастырь готов преобразиться окончательно. С места событий моя коллега Мария Воробьева. Завораживающий колокольный звон разливается по окрестностям Сии, распространяет Божью благодать. В 1520 году монастырь основал преподобный Антоний на небольшом полуострове Михайловского озера в Холмогорском районе. Сейчас на территории монастыря расположена Благовещенская шатровая церковь, колокольня с храмом в честь трех святителей московских и четырехстолбный пятиглавый Троицких собор, куда ежегодно тысячи паломников едут, чтобы прикоснуться к мощам святого Антония. Каждый выходной в монастыре совершается крещение. У нас Марку 9 месяцев уже исполнилось. Уже большой, в принципе, можно крестить. Да, именины у него тем более сегодня. Так что, как говорится, сам Бог велел. А почему именно сюда приехали? Меня Антон зовут. Антония – сийский монастырь. Место святое. Уже история у него такая хорошая. В настоящее время в сийской обители 20 человек – братьи. Постоянно проживают около 30 сотрудников. Ежедневно совершается литургия. Здесь свой хлеб. Пекарня новая. Год назад приехала на территорию монастыря из соседней деревни Хоробрица. Белый, черный батон, кондитерские изделия выпекают 11 человек. При монастыре развито и фермерское хозяйство. Здесь проживают пять холмогорских коров и четыре лошади. Лошадей запрягают в телеге, коровы обеспечивают молоком. В 2020 году Антонию Васильскому монастырю исполнится 500 лет. Уже четверть века он возрождается. Древние храмы монастыря разрушаются. Усилий братьи недостаточно для сохранения памятников архитектуры. Поэтому год назад петербургская компания разработала концепцию развития сийского монастыря. Документ учитывает археологические и исторические особенности территории. Предусматривает не только благоустройство храмов, но и паломническую зону – музеи, выставочные залы, гостиницы, парковки. С помощью этого документа это можно делать более профессионально. И он действительно дает представление для всех, каким может быть монастырь, какие работы необходимы выполнять по восстановлению. В общем, все в комплексе. Вложить свой кирпич сможет каждый. Сейчас Архангельская и Холмогорская метрополия и правительство региона ведут работы по созданию оргкомитета. Рабочая группа примет любую помощь – от финансирования до молитвы в честь скорейшего возрождения монастыря. Мария Воробьева, Наталья Кабдрахманова. СИЯ. Специально для Вестника Северодвинска.